Надеялись на вердикт. Сегодня в Новосавиновском районном суде должны были определиться с виновником аварии на проспекте Ямашево. Напомним, там столкнулись автомобиль Chevrolet Lachete и мотоцикл. Точку в деле до сих пор не поставили, но один из участников происшествия не признает своей виновности. И разные инстанции признавали ответственным за ДТП то одного, то другого водителя. До этого суд без участия одной из сторон признал виновным водителя иномарки. Но его защитникам удалось обжаловать в предыдущем судебном решении суждение о виновности своего клиента. Чем закончился спор сегодня, расскажет Рамиша Айдулин. Вход шли и аргументы, и доказательства. Сторона водителя мотоцикла Далера Дусмухаметова продолжала настаивать на своей правоте, считая виновным второго участника аварии. Подкрепить свою версию решили видеозаписью. Однако достоверно убедиться, кто и где ехал, и было ли перестроение, так и не удалось. Если на хорошем мониторе смотреть, то видно, что он идет параллельно с Логаном. Логан ехал впереди него. Потом после ДТП видно, что машина метров 20 проехала, то есть встала в свою полосу. Это расстояние вполне достаточно, чтобы было передвинуть машину. Если мотоциклист считает, что его подрезали, то представитель водителя «Шевроле» Дельшат Насыров имеет противоположную точку зрения, считая, что именно водитель байка въехал в иномарку. Также он обратил внимание на то, что на мотоцикле были заклеены номера, и ехал мужчина с высокой скоростью. Как вы можете прокомментировать, а то есть на следующий вопрос, то, что непосредственно Дусмухаметов своей объяснительной указал, что он ехал со скоростью 75 км в час. Это соответствует действительности. Ну, могу сказать. То есть он свое объяснительное указал, что он ехал со скоростью, с превышением. Споры продолжались едва ли не по всем вопросам. То есть он вывернул мою полосу, я применил экстренное торможение и просто влетел ему в бок. Так, степень присел. Так, если бы он перестроился, вы бы въехали в заднюю часть его? Как я ему в заднюю часть бы въехал? Он перестраивается согласно степень. Он не успел полностью перестроиться в полосу. Не успел. Да, по схеме посмотрите. У него автомобиль стоит параллельно. Чтобы расставить все точки над «и», стороны подали ходатайство. Сторона мотоциклиста о назначении судебной экспертизы, а сторона водителя о приглашении на процесс автоинспекторов. Впрочем, суд отклонил оба прошения и объявил перерыв. Вероятнее всего, финальную точку в этом деле поставят уже завтра. Рамиль Шайдулин, Айрад Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова